Губернатор также рассказал, что в крае около 130 домов блокированы застройки. Строения с отдельным входом в каждую квартиру, не имеющие общедомового имущества. Они не попадают в федеральную программу переселения Минстроя. Краевые власти уже обратились в ведомства с предложением включить такие дома в соответствующий список. Глава региона надеется на поддержку Общественной палаты России в этом вопросе. Что касается ветхого аварийного жилья, Край, конечно, занимается этой проблемой, благодаря, опять-таки, федеральной поддержке. Около 12 тысяч мы расселили жителей вот такого ветхого аварийного жилья. Но, конечно, это недостаточно, потому что еще огромное количество людей, которые тоже надеются и ждут, надеются на эту федеральную программу, в первую очередь. Проблема в том, что в программу не попадает блокированная застройка. Поэтому я думаю, что давайте этот вопрос уже может быть обсудим, насколько возможно скорректировать программу в этой части. Я думаю, что будет несправедливо, если эту категорию людей мы оставим за программой. Вместе с членами Общественной палаты Краснодарского края на протяжении нескольких дней Игорь Шпектор оценивал, как в Кубанской столице устроена работа водо- и теплоснабжения. Общественник рассказал губернатору, что в Краснодаре есть болевые точки, но в целом остался доволен результатами инспекции. Надо дать должное вам, что вот то, что сегодня у вас, скажем, воду подвергают, а при железе воде, очень многие получают воду из скважин, это железо всегда есть, там присутствуют и другие металлы, ну железо, отложения в сетях, закупорка сетей малых диаметров там в домах, и потом эти жалобы, ну вы делаете это, это очень здорово. Глава региона в свою очередь отметил, что общественная палата для краевых властей сегодня это связующее звено, которое помогает наладить диалог с населением.